Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня у меня в гостях Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Иван, добрый день, вечер! Добрый вечер, добрый день! Сегодня хотел бы с вами поговорить о том, что зима близко, так говорит секретарь Генсекната, и добавляет, что нужно больше оружия Украине. Но на что вот он намекает, сегодня об этом поговорим, когда цифра убитых россиян переварит за 50 тысяч, это что-то изменит в их армии? Ну непосредственно это не изменит сразу же, это изменит только в мировоззрении и начнутся процессы глубинные, то есть пойдет глубинный процесс размышления, что делать дальше. Изменит настроение военных, то есть когда военные увидят бесперспективность всего того, что происходит, по аналогии с Первой мировой войной, когда у них будут опускаться руки, вот тогда это действительно будет вало- или лавинообразный процесс. Хорошо, а когда будут у российских солдат опускаться руки? Когда они не увидят близкой победы, когда день за днем они будут стоять на месте, будут погибать их товарищи. Кишки их друзей, еще вчерашние, с которыми пили самогон, будут развешаны по украинским деревьям, когда будет снова уже идти холодное время года, то есть не будет перспектив вообще, непонятные идеи, непонятные направления, мотивы, конечные цели, и это все будет разрушать, как ржавчина изнутри. Отравление консервами и просроченные пайки. Такое было хотя бы у одной армии мира, интересуется наш зритель. Такие вещи, во-первых, не исключены, то есть это может быть, но в нормальной армии мира это единичные случаи, это исключение из правил. Где-то там не соблюли какие-то правила хранения, транспортировки, где-то на солнце было, но это еще раз, исключение. В российской же армии это наоборот входит в правила, и там все возносится, сами добудете на поле битвы. Помогите понять человеку, вот он спрашивает, помогите мне понять, есть ли нечего грабить, россияне будут воевать или не будут воевать? Это минус еще одна мотивация, то есть если первая волна, которая еще успела вернуться более-менее живыми и здоровыми обратно к себе, там, Магадан, Астрахань, привезли телевизор, плазму, ноутбук, планшет, похвастаться, то да, для некоторых аносельчан это был какой-то стимул, о, а я тоже хочу привезти. Но всех много, всего мало, на всех не хватает, и наоборот увеличилось количество смертей российских военных, и есть с чем им приезжать, только в мешках. Поэтому мотивация в этом вопросе падает у них капитальна. У армии Российской Федерации еще остались элитные, хорошо подготовленные воины. Как в мультике, возьмите лучших из лучших. Лучшие из лучших зализывают рано, тогда возьмите лучших из худших. Как раз сейчас на средине, вот, возьмите лучших из худших. А когда будут брать худших из худших, или до такого уже не дойдет? Уже процесс пошел, уже процесс пошел, подыскивание, мы уже видим заключенные, мы уже видим частные военные компании, где планка требований не то, что понижена, но практически равняется нулю, берут уже полный отстой, я уже не побоюсь этого слова. Если сейчас Российская Федерация покинет Херсон, это повлияет на солдат Российской Федерации? Однозначно и бесповоротно, потому что это единственный областной центр, который Российская армия умудрилась за 6 месяцев войны, то есть Вторая армия мира, как они себя называли, с оружием аналогов нет, умудрились захватить. Больше побед таких больших у России нет, и если они это отпустят, то руки действительно опускаются. А что же дальше? Я думаю, захватить это еще громко сказано, там еще надо разобраться, как это получилось. Ну мы констатируем просто, что он есть. Да, да, но это мы уже давайте после победы. А сейчас следующий вопрос. Война закончится до зимы? Вот такой вопрос. Есть предпосылки, есть предпосылки, есть такое понимание, но и Российская армия пытается сделать все, чтобы не было быстрого окончания. Она бросает все новые-новые силы, подыскивает все, новую-новую технику, живую силу берет. То есть если бы мы исходили только из той живой силы, которая зашла в феврале месяц, из той техники, то, конечно, 100% до зимы бы армия российская сломала. Мы уже видим подкрепление. Российская армия, еще раз, она небольшая, она длинная, точка. А можно как-то чуть попонятнее мне, значит, не большая, а длинная? Давайте говорят, огромная армия, огромная, вот разумевается, она массивная, она сильная. Она не сильная, она просто очень длинная, очень большое количество людей, большое количество техники. Мы видим мобики, это же не профессиональные военные, это просто люди с автоматом. Он не имеет воевать, но он может натворить беды, застрелить случайно нашу хорошо обученную, профессионально-военную. Такое может быть их количество. Танк Т-55, 1958 года выпуска, да, он сгорит от жевелина, вот так вот. Но это танк, он может натворить беды, может натворить делов. А этих танков, этой техники в России, к сожалению, еще много. То есть она просто едет в очереди, как на конвейерном уничтожении к нам. Ну, давайте теперь продолжим тему, перейдем уже к более широким ответам. Продолжим тему, вот это вот Генсик НАТО сказал, зима будет тяжелой, Украине нужно больше оружия. Объясните мне такому, человеку невоенному, который к этому мало имеет отношения, что такое зима будет тяжелой. То есть он все-таки прогнозирует, что военные действия в своей какой-то максимальной фазе затянутся и до зимы, или он намекает на то, что дайте быстрее Украине оружие, чтобы зимой мы уже сидели и пили там чай говорили о мире каком-то. Я думаю, это больше такая синергия всех опасений, всех боязней, какие есть сейчас у Европейского Союза, у мирового сообщества. Сынка Европа, в первую очередь, боится морозов. Боится морозов, боится, что будут перебои с газом, с энергоносителями, добропорядочные европейские жители будут мерзнуть, будут выражать неходование тем, что происходит, оппозиционные какие-то политики левого толка, правого толка, неважно, кто будет раскачивать эту лодку, кричать, вот, видите, мы замерзаем, к чему нас привели правящие элиты, давайте менять, давайте по-новому ставить взаимоотношения с Россией. Ничего критического не будет, будет перестройка. Как у нас, топливо, у нас не было топлива, кричали все, ужас, пропало все. Сейчас кто-то вспоминает об этом кризисе, ну да, два месяца было тяжело передвигаться, там не было топлива, все нормально. Здесь то же самое, пройдет зима, будут новые поставки топлива, новая там конъюнктура, сжиженный газ, Америка, Саудовская Аравия, новые газопроводы, все будет хорошо. Европа, ну, ООН говорит о том, что если у Украины будет больше оружия, то быстрее эта война закончится. ООН хочет, чтобы все вернулось, как было, там были поставки еды, не было голода в Африке, не будет голода, не будет вот этой потока миграции, куда? В первую очередь, в Евросоюз, в Еврозону. Оружия, мы говорили с вами, в Европе нету, в том количестве, которое необходимо Украине, вот сейчас на сейчас. Если бы оно было, то я думаю, что проблем с поставками просто бы не было. Привезли бы там сколько, 5, 6, 50, 60 эшелонов, дали бы нам, мы бы воевали. Его банально нету. Нам нужно не просто вооружение, нам нужно высокотехнологичное вооружение, нам нужна тяжелая техника, которой в Евросоюзе сейчас нету. То есть то, что пишет политика или какие-то другие издания о том, что вот Европа перестала поставлять, а она перестала поставлять не потому, что не хочет, а потому, что ну пока нечего. Нечего, банально нечего. Мы вспомним, что до последнего времени в Германии были пацифистские настроения, то есть там были вопросы, зачем мы содержим эту армию, с кем воевать, ну какой, 21 век, везде там, деньгами решается все. Если проблему можно решить, деньгами это не проблема, это расходы. Ну решили бы, ну да, там кибер там войска, ну все бы решили, но дроны в крайнем случае, мы с вами тоже это обсуждали. Никто не рассчитывал на такую войну и не готовился к ней. Сейчас, конечно, сейчас переиграется капитальное отношение к этому всему. Европа дала нам все, что могла на данный момент. Украина готова вести боевые действия зимой? Насколько они будут эффективными? Украина готовится к этому, действительно, идут закупки зимнего обмундирования, зимних видов топлива, масла, сматочные материалы. То есть к этому же идет. То есть даже если мы успеем уложиться до зимы, такие запасы у нас должны быть. Мы должны рассчитывать на самый худший вариант, ну самое главное, чтобы его не было. Хуже, когда мы рассчитываем, ой, сейчас мы докончим в октябре, ой, не получилось. В экстренном порядке нужно зимнюю одежду, то есть нужно утеплять наших военных, нужны там вот эти печки, то есть все, как это было в феврале, марте месяце. А Россия готова вести войну зимой? Я понимаю, что сейчас многие зрители скажут, ты что, ну Россия же северная страна, но поверьте мне, там с логистикой все настолько, как это слово сказать, неоднозначно, вот хорошее слово. Вот Россия готова на данном этапе вести войну зимой? Это трудный вопрос. Я бы хотел вам сразу ответить, да или нет, но действительно это трудно, я к чему веду. Российская экономика не перестроена на военные рельсы. Все говорят, ой, военные рельсы, военные рельсы. Российская экономика работает в состоянии, как будто ничего не происходит. Да, вот там действительно только был один такой серьезный закон, когда заставили предпринимателей выполнять оборонные заказы, не считаясь с нормативным днем, там день, ночь, там оплатно-безоплатно, праздники, выходные. То есть это вот такой вот единственный посыл, но на военные рельсы не переведено. То есть нет финансирования такого повышенного армии, то есть он выделяется, но не так, как это было нужно. За собранные украинцами деньги вы купили безлимитный доступ к фотографиям 21 спутника и полное управление одно из них. Но я видел уже кучу мемов, что вот там спутник фотографирует, а на самом деле, что этот спутник делает, вот что он дает понять. Он что-то может сфотографировать в реал тайме или уже постфактум? Как это работает? Насколько я сталкивался с этим, насколько я там смотрел, изучал, два раза в день вот этот вот спутник, о котором идет речь, он пролетает над Украиной и может фиксировать изменения ситуации. То есть были, например, российские танки, пункт А, теперь там пролетает через 12 часов, их теперь нет. Понятно. Начинаем искать, где они, куда они делись. Здесь они появились, откуда они перешли, или ушли они с территории Украины. Обмен данными с европейцами или с американцами в реальное время. То есть мы видим буквально через считанные часы, в худшем случае, обновление информации. То есть это очень важно. То есть мы теперь никого не зависим. Мы получаем напрямую с нашего спутника. Ну и обмен данными, конечно, с нашими союзниками. Это очень быстро, это очень упрощает задачу. Читаю также, смотрите, The Washington Post. Запад готовит вооруженные силы Украины к ближним контактным боям. Что значит готовить, это что значит, какие-то поставки определенной техники, оружия? Что такое ближний контактный бой? Чем это отличается от того, что вот сейчас идет? Скорее всего, это разговор идет о том, что будет обучать наших военных той тактики, которую наработали страны НАТО, Британия, Соединенные Штаты. Ведение городских боев непосредственно. Есть там специальные виды вооружения для ближнего боя, гранаты, гранатометы. То есть, как передвигаться подразделениями, какое первое, какое второе. Как взаимодействовать, как правильнее, ну, по их мнению, конечно, по их опыту, что там первое, например, авиация, второе танки, или наоборот, сначала танки, потом авиация, потом пехота. Как продвигаться, сколько там продвигаться в день, там много, чтобы не разорвать коммуникации, или лучше по кусочкам. Как обходить, например, населенный пункт, по кругу, или там по сведению пробивать его, то есть, где проще. То есть, это подготовка к наступлению? Это подготовка для ведения боевых действий в условиях городского боя. То есть, городской бой, ближний бой, то есть, и тактика ведения именно европейская, то есть, натовская, давайте так бы это будет правильно, натовская тактика ведения боя. Да, у нас есть своя, которая отработана за период с 2014 года и до сейчас наработана. Понятно, будет компиляция. То есть, наши там служат, что говорят американцы и европейцы, потом говорят, о, не, ребят, секундочку, мы это пробовали, у нас-то не работает. Это вся живая стратегия. Нет просто, знаете, классических формул заучить. Да, это не так, 2 плюс 2, 4, это, скорее всего, по-другому. 2 плюс 2, если покупаем, это 3, а если продаем, то это 5. Однозначно. Хорошо. А вот это все то, что вы рассказываете, это, получается, сделает нашу армию одной из самых боеспособных в мире? Это не то, что делает ее боеспособной, она же практически сейчас становится самой боеспособной в мире. Ни у одной страны мира, не побоюсь этого слова, нет сейчас такого опыта, как есть у украинской армии. Мало того, что украиновские военные получили свой, свой уникальный опыт, бесценный опыт. Мы еще получаем американский, натовский опыт, который у них был, там, Ирак, Афганистан, что у них там было еще. Мы его компилируем, и вот после окончания войны, в последующие 5-6 лет, украинские военные будут самыми востребованными военными инструкторами в мире. Ни одна армия мира действительно не способна дать такие знания, как украинские военные. А если не сейчас наступать, то когда? Только тогда, когда есть готовность, ну, наша техника, необходимое количество, то есть, есть там просчеты, формулы, классический опыт, в конце концов, который говорит, сколько техники нужно отправить, сколько техники в резерве, сколько там в первом резерве, там в втором резерве остается, сколько людей у нас есть, сколько людей мы можем использовать сейчас, чуть попозже, и в крайнем случае, сколько мы можем еще собрать обязательно. И самое главное, я всегда ставлю, это есть ли предпосылки для нашей победы. Если есть предпосылки, конечно, наступление, оно и востребованное, и своевременное, Если нет предпосылок никаких, если там россиян больше, техники больше, людей больше, вооружения больше, укреплений больше, какие предпосылки, то есть надо что-то выбирать, надо как-то делать так, чтобы у них не было, как мы сейчас делаем, не было вооружения, не было боекомплектов, то есть это вот предпосылки, посылки все создаются сейчас. Хорошо, а вот, скажем так, российская армия несколько месяцев там училась нападать в Белоруссии, там, да, учения в Курской области, вот защищаться они учились или защищаться это не нападать, это гораздо легче, проще и... Я уверен, что они этот вариант даже не рассматривали, это та ошибка, которую допустил Советский Союз, когда ожидали там, ну, войны, Второй мировой войны, когда ожидали, Советский Союз готовился к нападению, он не готовился к обороне, какая оборона, вы что ли? Мы только наступать можем. И все вот эти условные игры, красные против синих, рассматривались с точки зрения, что мы наступаем, мы побеждаем. То есть никакой вариации, что мы будем отступать вглубь территории, это пораженческое настроение, так вот говорится в догмате, поэтому только нападение, были уверены, ну, опять же, 3-4 дня, то, что имеем, они им приходится перестраиваться на ходу. Хорошо, они готовы обороняться? Они готовятся к этому, копаются укрепления, бетонируется, бетонируется общество, той территории, которая сейчас захвачена, то есть пытаются их зацементировать. А это что значит, не понимаю? Пытаются зацементировать то общество, то есть тех людей, вот там Терсонская область, Запорожская область, всех сотрудников, бывших сотрудников, силовых органов, военных, их пытаются выявить, ходят рейдами, ФСБшники, местные коллаборанты выявляют, исчезают в неизвестном направлении, либо их убивают, либо пытают, мучают, либо где-то посылают на российскую территорию, ищут активистов проукраински настроенных людей, то есть их тоже высекают. То есть это огромная пирамида, из которой высекается камушек за камушком, чтобы осталось в худшем случае для россиян инертное общество. Просто инертное, которое как бараны, ну мы не знаем, ну пусть будет так. В самом лучшем случае россиян устраивает толпа приверженцев, которые скандируют, Россия пришла, спасибо Россия матушкой, с флагами бег. То есть им нужно выкристаллизать вот этот вот ресурс человеческий, убрать все, что им не нравится, вот проукраинское, и оставить только инертную массу и вот эти вот пророссийски настроенных людей. И инертная масса со временем станет пророссийским электоратом снова. Ну, насколько я смотрел видео, которое гуляет по интернету, то что в Херсонской области очень украинские настроения, что в том же Энергодаре, когда люди просто стали перед танками, не пускали. Обычные люди, бабушки, дедушки, тети, дяди, не знаю, дети там были или не были, ну, скажем так, люди, дети, подростки точно были. И вот они стали перед танками. Скажем, для обычного солдата, не садиста, как это бывает часто в российской армии, это удар по психике? Конечно, они не ожидали этого. То есть это, ну, не преувеличение снова, не шапка закидательства. Действительно рассчитывали их, убеждали, что, да, ну, ребят, ну, сейчас вот зайдем, зайдем технику затянем, кахлы все испугаются, разбегутся в разные стороны. Но этого не произошло. Это был разрыв шаблона. Почему никто не разбегается? Почему нам стреляют в спину? Почему там было видео, где пацанва просто с девчонками, если я не ошибаюсь, в машине ехали и на ходу выбрасывали коктейль молотова? Конечно, они были в шоке. Им поступила потом команда расстреливать всех подозрительных. Они просто начали стрелять влево-вправо, там, подозрительная машина, расстрелять там. Идут люди расстрелять. Они не были готовы к тому, что будет такое сопротивление. Постелялись жить с этим, вот расстрелять обычных людей. Вот просто шли люди расстрелять. Как жить с этим? А вот, понимаете, у военных такая, вот такое вот туннельное мышление. Есть команда? Я выполнил команду. Это же не я. У меня была команда. Я человек маленький, я выполнил команду. За этим они всю жизнь прячутся. А что я? Была команда, я человек служивый. Я просто с этим сталкивался. Это самое тупое, что может быть. То есть армия, это не хочу обижать военных. Ну, в самом худшем исполнении, это есть вот тупое мышление. Есть команда, я выполню. Нет команды, я не выполняю. Человек тонет, у меня команды нет, его спасают. Вот будет команда, спасу. Давайте теперь поговорим о поставках техники. 50 бронемашин от Турции, обещанные Украине, 30 БМП от Словакии. Там вроде как бы еще танки, будут, не будут, непонятно. Это все для ближнего боя? Это все для наступления. Это именно наступление. Для обороны нам было достаточно стингеров, джавелинов, НЛО, а это все для наступления. Ну, понятно, что нужны еще и танки, тяжелая техника, но это как раз процесс идет к этому. Хорошо. Вот эти вот МиГ-29, которые тоже обещала Словакия. Я там читал, что российские пропагандисты пишут, ой, это МиГ-29, это вообще устаревшая корыта, оно никуда не летает. А вообще, что это за машины? Мы же как-то модернизировали все-таки под стандарты НАТО. Давайте, из того, что я знаю, если они используют, ну, вернее, эта техника, она использовалась там в Словакии, там в Польше мы брали частично технику, там, танки, если не ошибаюсь, да. Они все, основа, это, конечно, советская, где-то там лицензионная сборка, но мы же помним все то, что было в Советском Союзе, например, и в странах, там, Болгария, Польша, это было просто, это было что-то просто нереально, ну, другое, абсолютно. Вроде бы, кажется, одно и то же, но разница была разительна в материалах, в качестве, там, сборки, не важно чего, там, мебель. До сих пор бабульки на лавочках говорят, это чешская сантехника. Вот, то есть, вроде бы, да, в то же время, разница какая-то диаметральная. Что очень важно, вот это Россия, когда россияне говорят, ой, фу, это не летает, это на самом деле идет информационно-психологические операции, как сейчас принято говорить, все говорят, и псо, и псо, и вот это классический пример, это делается с целью дискредитировать вот эту вот технику в глазах, в первую очередь, украинцев. Так что нам передают, дерьмо какое-то, извините за выражение, зачем оно нам нужно, то есть, создать такую информационную повестку дня. А второе, для того, чтобы подбодрить свою собственную армию, что ли, та ну, фу, украинцам передают, такой хлам второстепенный, вы даже не бойтесь, ну, что там их, мы их сбиваем вот там на раз-два. Мы уже слышали заявление, там, министра Шойгу, который рассказывал, что, ой, Джавелин и НЛО и Стингер вообще не делают погоды, а Хаймарсы мы перемалываем просто в день там по 20 штук. То есть, ну, мы же видим, что им... Когда всего 25, да, или сколько там? Да-да-да-да, все верно. То есть, идет целью дискредитация поставляемой Украине военной техники, европейской, американской. То есть, это нормальное оружие, которое стреляет, которое убивает, которое поражает цели, которого должны бояться российские солдаты, которым должны радоваться украинской армии? Это то оружие, это техника, которым наши военные могут пользоваться буквально сейчас на сейчас. То есть, наш пилот, условно, выскакивает там, не знаю, из ангара, из подземного убежища, прибежит в этот вот там, польский, не знаю, словацкий миг, прыгает буквально там, две секунды, и он уже знает, что куда нажимать, ему не надо там разбираться, вникать в детали, как, например, с еврофайтерами, фантомами, не знаю, миражами. Это техника знакома. Да, там есть нюансы какие-то, там, может быть, чуть-чуть перенесены какие-то рычаги, ну, я так вижу. Но технологически все то же самое. Сел и поехал. Как автомобиль? Четыре колеса, сиденье, руль. Вот интересуется наш подписчик, российская армия может сейчас открыть второй фронт в Казахстане или Грузии для отвлечения внимания от полного поражения в Украине? Ну, наверное, пока еще не полного поражения, но вот все же. Формально? Да. По факту нет. Объясняю, почему нет. Потому что любое открытие любого другого фронта подразумевает перетягивание тех войск, которые есть сейчас в Украине на этот второй фронт. А это автоматически просто разваливает украинскую компанию в хлам. То есть, если на 15% оттянуть войска с Украины, то украинская армия сразу же перейдет в наступление даже с тем, что у нас есть. Но они могут, например, здесь вот все дело идет проигрыш, они такие, ну ладно, хорошо, и чтобы задобрить внутреннего зрителя, бабах по Грузии или по Казахстану? Вообще не исключено, но кроме этого бабах, да, они могут сделать ракетный обстрел, вопросов нету. Там, калибрами, скандерами, чем угодно, кинжалами. Не, ну условно, даже вывезти войска отсюда, когда они поймут, что они проигрывают, вывезти войска отсюда, и чтобы задобрить внутреннего зрителя, просто вот захватить еще там кусочек Грузии или северный Казахстан, о котором это пишут. Для Украины это звучит, это звучит очень классно. Как бы цинично это не было, но это для Украины действительно самый лучший вариант. Ну и россияне понимают военное командование, что если не заберут отсюда войска, то Украина переходит в наступление моментально. И Россия теряет все то, ради чего умирали шесть месяцев в ее военной только непосредственно вот с февраля месяца, не говоря уже с 14-го года. То есть все развалится буквально в считанные недели. То есть нелогично, правильно? Я думаю, да. Я уверен, что это нелогично. То есть как вариант это может рассматриваться. Планы есть, задумки есть, но понимают, что только вот заберут отсюда какую-то там десантно-штурмовую какую-то группу, там два-три... А потянуть это там с Дальнего Востока или где-нибудь там еще с финской границы? Финны точно не нападут? Им-то что? Уже практически нечего подтягивать. Мы уже с вами говорили. Уже идут... Уже подтягивают пояса, а не армию, да? Уже затягивают, да. То есть там в Средней Азии забирать очень стрёмно, извините за жаргон, потому что там действительно очень напряженный участок территории Российской Федерации, границы. Если оттуда забрать, то террористические формирования вот этих вот все мусульманского толка, которые есть в том регионе, могут ринуться на ту территорию Российской Федерации и нечем будет набивать. В армии России могут быть недовольные бунты? Или армия России это стадо... Ну, извините, не буду говорить. В российской армии есть недовольные, но недовольные и люди, которые делают активные действия, предпринимают, это две разные категории людей. То есть могут быть недовольными, сидеть там за стаканом самогона, обсуждать, как им не нравится их командир, как им надает президент, как по-перёх горла все стоит, но до следующего дня они все покорно будут выполнять приказы, потому что это деньги, им платят, какие-никакие, там обещано много, получают меньше, но в любом случае больше, чем они могут заработать за обозримое будущее, поэтому смело, ну, тупо будут идти в бой. То есть то, что Кремль бросает людей на мясорубку, вот, ну, реально людей бросают, да, вот, под обстрелы, это никак не угрожает Путину, потому что армия не сможет встать против него. Он все делает для того, чтобы армия не восстала. Все генералы его, мы с вами тоже обсуждали, блеклая, серая масса, которые, среди которых нет харизматичных лидеров, которые могут там поднять условную шашку, сказать, за мной против взорвавшегося диктатора. Там нет такой личности, и все для этого делается. Военная контрразведка российская работает довольно-таки качественно. И вот вы сразу ответили на следующий вопрос, есть ли российские генералы, которых Путин боится? Я так понимаю, их нет, судя из вашего ответа. Их нету, действительно, делается все, чтобы не было, еще раз, не было той звездочки, такой яркой личности, которая могла бы повести за собой, для которой пользовалась, личность, которая пользовалась бы уважением, авторитетом в армейской среде. Где-то только-только зарождается какой-то такой вот лидер, его сразу же убирают, отодвигают, снимают с должности, открывают уголовное дело, все заканчивается. Чистки в армии будут после неудачной кампании в Украине? Обязательно. Они уже идут, уже убираются генералы, убираются руководители крупных госкорпораций, которые были ответственны за производство той или иной вандервафли, которой пугали весь мир, что вот эти наши панцирии 1С сбивают все, что только летает, ничего не сбивают. Наши С-400 Триумф тоже сбивают, ничего не сбивают. Залетают беспилотники, залетают хаймарсы. Путин видит, есть обман. Я уверен, что сейчас будет поручено ФСБ или уже поручено разбираться с производителями, с корпорациями этими, как обещали, куда деньги шли, сколько воровали, где брали откат, как военные, так и сотрудники спецслужб. Будут разборки, действительно. И последний вопрос. Назовите три причины, которые в корне могут сейчас переломить войну в Украине. Разочарование российских военных. Это раз. Это первое, самое главное. Второе, конечно, это поставки европейско-американского оборудования, техники военной, которые не будут прекращаться. Не забываем, что российские военные внимательно, даже рядовые военные отслеживают эти все поставки, как они идут, не прекращаются, понимают, что с нашей стороны техника идет, а с российской стороны новых образцов не будет. И третье, самое главное, это наша техника, уже наша, неважно, была она европейская, американская или наше производство, она может дотягиваться до самых глубоких тылов российской армии. То есть нет безопасного тыла, где можно отсидеться, пересидеть, госпиталь, штаб, какой-то склад, нет такого уже места. Это очень сильно деморализирует. Ну, я желаю российской армии, чтобы она побыстрее деморализирует. Чуть не сказал слово другое. Ну, в общем, чтобы она побыстрее забирала манатки и сваливала в Россию по двум простым причинам. Первое, будут живы, это точно. А второе, ну, пусть наводят порядок у себя, пусть наведут порядок в России, пусть не гадят там, где живут и строят свою красивую, замечательную страну, чего им искренне, вот реально, искренне желаю. Вам сегодня большое спасибо за интервью и ждем победы. победы скоро. Спасибо.